Здравствуйте! Началась рабочая неделя, это значит пришло время поговорить о том, что же произошло в нашем округе за минувшие выходные. Это игра территория безопасности. Я Антон Войтович, мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Ханты-Мальсийске 34-летний мужчина воспользовался сотовым телефоном своего знакомого, который попросил его отремонтировать гаджет. Подозреваемый получил доступ к банковской карте заявителя и осуществил перевод денежных средств в сумме порядка 16 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Подозреваемому избрана мера пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков. Сотрудники патрульно-постовой службы на маршруте патрулирования задержали 40-летнего мужчину. В кармане куртки у него находился сверток с наркотиком массой около грамма. Подозреваемому избрано мера пресечения, подписка о невыезде и надлежащем поведении. Кстати, ранее он был неоднократно судим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники уголовного розыска Сургута установили подозреваемого в краже алкоголя из магазина по улице Семена Белецкого. 23-летний молодой человек причинил ущерб на сумму порядка 9 тысяч рублей. Сейчас нарушитель под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Дежурной частью МВД России по Нижневартовску поступило сообщение о 48-летней гражданке. Аккаунт заявительницы в одном из мессенджеров был взломан и была сделана рассылка всем контактам с просьбой одолжить денежные средства в сумме 50 тысяч рублей сроком на один день. Две подруги откликнулись на просьбу и перевели 25 и 50 тысяч на отправленные сообщения в банковские счета. Уважаемые граждане, не поддавайтесь на уловки мошенников. Никогда не доверяйте телефонным звонкам неизвестных лиц. Не произведите финансовых операций, не проверив информацию. Сообщите о случившемся своим родственникам, близким. Позвоните в полицию. Не принимайте поспешных решений. Положите трубку и не перезванивайте сами на незнакомые вам номера телефона. Не перечисляйте денежные средства неизвестным лицам. Помните, сотрудники правоохранительных органов либо банковских учреждений никогда не просят о перечислении денежных средств. Таким образом действуют только мошенники. Я напоминаю, что все выпуски нашей программы можно посмотреть на сайте ugradefistv.ru, а также в наших социальных сетях. Это «Югра. Территория безопасности». Меня зовут Антон Войтович. Берегите себя и до встречи. Продолжение следует...